Я хочу сегодня говорить на тему Облекись во всеоружие Божье Я обещал как-то пару недель назад Что в марте мы поговорим с вами О духовном оружии, духовной брани И друзья, это огромная тема очень Я думаю, что в этом году пока спрят, Женька Я думаю, что в этом году мы будем возвращаться к этой теме снова и снова Но в марте я скажу две проповеди о всеоружии Божьем В этом воскресенье и в следующем И я бы очень вдохновил вас быть внимательными И не пропустить эти вещи Почему? Прежде чем мы перейдем непосредственно к оружию Позвольте прочитать одно место и сказать вам пару вещей Второе Коринфянам, 10 глава, 3-4 стихи Павел пишет Ибо мы, живя во плоти Мы не по плоти воинствуем Оружие воинствования нашего не плотские Но они сильны Богом на разрушение твердынь Итак, первая истина, которую я хочу, чтобы мы увидели, друзья И мы четко осознали ее Мы с вами находимся на войне Как бы нам не казалось это странным Как бы нам нравилось это или не нравилось Мы с вами находимся на войне, друзья Кто-то скажет, постой Я был уверен, что христианство учит миру Я был уверен, что христианство teaches us peace Какая война? What kind of battle? Христианство, это религия мирная Христианство, это религия мирная Мы против войны Мы против убийств Мы против убийств Против оружия какого-то Мы против weapons И как-то может быть у нас сразу куча вопросов И мы можем сказать, друзья, что да, мы против войны В мире физическом Мы против того, чтобы убивать людей Мы против того, чтобы воевать друг с другом Мы против того, чтобы муж воевал с женой Жена воевала с мужем Мы против того, чтобы мы как люди воевали друг с другом Как члены церкви воевать друг с другом Нет, я не про такую войну говорю Библия говорит, что мы ходим во плоти Мы живем во плоти Да, мы живем во плоти Обратите внимание Война наша, она не по плоти Мы живем во плоти Но война наша, она не связана с плотью Она не плотская война Мы не по плоти, написано воюем Наша война, она происходит на духовном уровне Во плоти живем, но не во плоти сражаемся И как я сказал, нравится нам это или нет Став христианами Пусти в Иисуса Христа в свое сердце Родившись свыше Мы с вами автоматически становимся частью войны Верим мы в это или не верим Многие не верят Многие не верят Они думают, что стал христианином Они думают, что стал христианином И попал на курорт попал на курорт попал на vacation maybe he's on vacation и думал, что стал христианином все проблемы должны закончиться и все резко стали как божьи одуванчики и сразу все отпало и все good и теперь только живи и наслаждайся жизнью и есть даже такое Евангелие которое проповедуется приди ко Христу и все твои проблемы исчезнут это ложная Евангелие, друзья это ложная Евангелие приди ко Христу и у тебя добавится куча проблем вот это более правдивое Евангелие Христос сказал, я не принес мир на землю Христос сказал, я принес войну на землю Я принес разделение на землю В семьях будут разделение Невестка восстанет против свекрови Родители против детей Дома разделятся между собой Я принес войну Поэтому когда мы становимся христианами, друзья И вдруг мы сталкиваемся с жестокой реальностью Что не все так просто, как нам обещали Что оказывается нужно продолжать напрягаться Оказывается я на войне И если когда я был в руках дьявола Я испытывал одно давление Но когда я стал дитем Божьим Но теперь еще в три раза больше давления Потому что тот самый дьявол Он не хочет тебя отпускать И он не хочет, чтобы в твоей жизни был мир Божий Он хочет, чтобы твоя жизнь стала кромешным адом Поэтому послушайте, дорогие Мы с вами находимся на войне И чем раньше это поймем И тем будет лучше для нас Потому что мы с вами, по крайней мере, будем понимать Как себя вести И мы, по крайней мере, будем понимать Что раз я на войне Нужно научиться воевать И побеждать во имя Иисуса Христа Халлелуя Мы с вами на войне И поэтому давайте не питать иллюзий с вами Что жизнь — это vocation Родья, жизнь — это не vocation Жизнь — это борьба Да, там есть vocation Но жизнь — это борьба Нравится нам это или нет А жизнь христианина Это еще большая борьба Знаете почему? Вторая истина Первая — мы на войне А вторая истина У нас есть враги У нас есть враги, друзья Невозможно быть с кем-то Или находиться на войне Если у тебя нет врагов Ну что за война если нет врагов? Ну как-то нелогично, правда? Раз я на войне Ну значит есть враги Которые воюют против меня Которые ненавидят меня Которые хотят погубить меня Которые хотят уничтожить меня Которые ненавидят меня Они хотят мою семью уничтожить Мое здоровье уничтожить Они хотят уничтожить Мои детей уничтожить Они хотят уничтожить Мои взаимоотношения уничтожить Мою веру уничтожить Они хотят уничтожить Они хотят уничтожить Вернуть меня в бездну Они хотят уничтожить Они хотят уничтожить Есть враги у нас И мы имеем враги Эти враги, они довольно жестоки И эти враги, они довольно жестоки И эти враги, они не такие слабенькие, дохлые враги Это не какие-то такие слабенькие, дохлые враги это серьезные враги это очень сильные враги очень сильные враги и Библия говорит нам о наших врагах и the word of God says about our enemies которые воюют против нас that fight against us и поверьте, это не твой муж и это не твоя жена и это не твой брат или сестра это не твой брат или сестра они не враги твои я думал, что муж твой враг и молишься, Господи, погуби врага сего но это неправильная молитва или думаешь, что женат твой враг и при этом цитируешь враги человеку домашний его но Христос не об этом говорит люди, не враги наши, друзья как я читал, мы не по плоти воюем наша война не на плотском уровне наша война на уровне духовном поэтому враги у нас тоже духовные и в течение 6.12 написано потому что мы боремся не против плоти и крови человеческой а против правителей, против властей против вселенских сил этого темного времени и духовных сил зла в небесных владениях for our struggle is not against flesh and blood but against the rules, against the authorities against the powers of this dark world against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms как мы видим, наша война не против крови и плоти we see our struggle is not against flesh and blood не против людей not against people наши враги, это прежде всего дьявол, мы читаем first we read that it's the devil это злые духи это бесы это evil spiritual forces, demons это грех это тьма это дьявол депрессия болезни проклятие курсы вообще когда мы говорим о врагах то Библия классифицирует их в три категории это дьявол это моя плоть греховная это мир в котором я живу но не мир как творение Божье а мир как система ценностей и это отдельная тема и как-нибудь об этом поговорим но важно понимать, друзья мы на войне и у нас есть враги и эти враги ненавидят нас лютой ненавистью и они хотят уничтожить нас особенно с тех пор, как ты стал христианином дьявол ненавидит тебя твою семью и все, что связано с тобой он потерял тебя и он приложит все усилия к тому, чтобы тебя вернуть а если ему не удастся тебя вернуть как минимум постарается превратить твою жизнь на земле в сплошной ад сплошной кошмар и проблемы это враг, который ненавидит и который сражается против тебя но хорошая новость, знайте в чем 1 Иоанна 4.4 1 John 4.4 говорит, дети, вы от Бога и победили их ибо тот у вас больше того, кто в мире аллелюя да, мы с вами на войне, друзья да, у нас есть серьезные враги которые нас ненавидят и воюют против нас но хорошая новость, знаете в чем но мы с вами родились от Бога мы родились от Бога и написано, что всякий рожденный от Бога он побеждает этот мир говорит, дети, вы от Бога и вы победили их это уже сказано в завершенном действии ибо тот, кто вас он больше того, кто в мире и в этом хорошая новость да, мы на войне да, у нас есть серьезные враги но это не повод для того, чтобы бояться это не повод для того, чтобы жить в поражении это не повод, чтобы нам распустить нюни сегодня найти оправдание нашим грехам и поражениям to find a justification for our sins но библия говорит, что всякий рожденный от Бога он победил мир христос победил христос в нас поэтому каждый рожденный свыше христианин он рожден победителем это важно понимать некоторые люди живут в страхе перед дьяволом не нужно жить перед ним в страхе он пораженный война уже выиграна Иисусом мы с вами сражаемся не с позиции может быть победим мы с вами сражаемся с позицией уже победивших людей мы с вами сражаемся с позицией уже победивших людей в имени Иисуса Христа поэтому бояться не нужно дьявола нужно знать свою позицию в Иисусе нужно знать, что я рожден от Бога и Бог вложил в меня этот потенциал победителя но послушайте, пойдем дальше победа не приходит автоматически это тоже важно понимать, друзья это тоже важно понимать победа не приходит автоматически просто из-за того, что я родился от Бога стал христианином это не значит, что я автоматически стал побеждать это не значит, что я автоматически стал побеждать это значит, что я имею потенциал победителя смотрите, чтобы я мог побеждать что сделал Господь Господь обеспечил меня оружием и мы прочитали 2 Коринфянам 10.4 говорит, что наше оружие оно не плотское мы с вами на войне но мы не на плотской войне но мы не на плотской войне у нас есть враг но это не плотской враг но это не плотской враг и у нас есть оружие, друзья и смотрите, это тоже не плотское оружие это так важно понимать Какое у нас оружие с вами? Написано, наше оружие с вами. Оно сильное Богом. Оно сильное Богом. На разрушение всяких твердых дьявол. На разрушение всяких твердых дьявол. Мне нравится мое оружие. Мне нравится оружие, которое Бог обеспечил для меня. Знаете почему? Оно сильное. Оно не слабое. Оно не плотское. Оно сильное Богом. Послушайте, мне всегда нравится быть на стороне сильных. Когда играешь в футбол, всегда хочется быть с теми, кто выиграет, правда? Кто любит проигрывать? А никто не любит проигрывать. У меня дети на футбол ходят. Если моя Дашка сдула, то у нее настроение на целый день. Если моя дочь, she lost, she has no... Никто не любит проигрывать. Мы все любим выигрывать. Мы все любим выигрывать. Играть с теми, кто сильней. Мы любим играть с теми, кто сильней. Мы изначально чувствуем победу. Нам так безопасно. Нам спокойно. Мы не напрягаемся даже. Мы не переживаем. Мы знаем, что мы уже сильнейшего на нашей стороне. Мы знаем, что мы сильнейшего на нашей стороне. Знаете, почему оно сильное? Потому что сам Бог стоит за этим оружием. Написано, оно сильное Богом. Оно сильное не само по себе. Оно сильное, потому что Бог стоит за этим оружием. Его сила стоит за этим оружием. Его повоззание стоит за этим оружием. Его могущество стоит за этим оружием. Поэтому, друзья, так важно, чтобы мы с вами понимали, что власть Бога нас стоит за этим оружием. И вот смотрите, мы на войне. Война не по плоти. У нас есть враги. Они тоже не плотские. Они тоже не плотские. И у нас есть оружие. И оно тоже не плотское. Оно сильное Богом. И вот Бог обеспечил нас оружием. Для того, чтобы мы с вами побеждали. Мы призваны к войне. Нам дано оружие. Победа не дана нам автоматически. Но нам дано оружие. Которое имеет себе потенциал побеждать. И вот чтобы это оружие, оно работало в моей жизни. Я должен две вещи сделать. Я должен его одеть на себя. Я должен научиться им пользоваться. И I have to learn how to use it. Аллелуя. Я должен одеть его на себя. I have to put on the weapon. Скажите, какая польза. What is good? What is good of it? Если у тебя в гараже стоит танк. If I have something in my garage. If I have a tank in my garage. Если танк в гараже. If I have a tank in my garage. Но ты не знаешь, с какой стороны в него залезть. И ты не знаешь, каким пользоваться. И вдруг придут какие-то маджахеты там в твой дом атаковать. То что пользуешь, что у меня танк в гараже. Никакой пользы нету от оружия. Если я не научился им пользоваться. Никакой пользы. Никакой пользы. Однажды был в Техасе у друзей своих. Лет 10 назад, может. И вот они мне показывают свое оружие. Я не в Техасе, в каждой хате по 50 стволов минимум. И вот он мне показывал ружья. Там под каждой кроватью у него эти мешки с оружием. Показывает и то, и пистолет, и все показывает. Луки эти. Все показал. Я думал, вау. При таком количестве оружия можно круговую оборону держать месяца два. И потом утром они мне жалуются. И ракун пришел, курицу украл. Я говорю, слушай, у тебя полная хата оружия. Не мог ракуна пристрелить. Друзья, оружие не работает. Как оно лежит под кроватью. Оно не работает. От него пользы никакой. Пока оно под кроватью. Пока оно покрыто пылью. Пока ты не умеешь им пользоваться. Особенно вовремя пользоваться. Нет никакой пользы. Как я говорю, хоть танк в гараже загони себе. Оружие нужно научиться на себя одевать. Им нужно научиться пользоваться. И вот тогда ты будешь победителем. Послушайте, мы на войне. Мы имеем врагов. Мы имеем врагов. И мы, чтобы побеждать, Бог нам дал оружие. И for us to overcome, God has given us a weapon. Он не дал нам просто победу. Он дал нам оружие. Чтобы используя это оружие, мы одержали победу. И вот чтобы это в самом деле получилось у нас. И вот чтобы это в самом деле получилось у нас. Нам нужно научиться его одевать. Мы должны научиться его одевать. И пользоваться им. И вот Эфесянам шестая глава. Он пишет в одиннадцатом стихе. Облекитесь во все оружие Божье. Облекитесь. То есть, оденьте. Which means, put it on you. Знаете, Павел жил в то время, когда был Рим правил миром. Paul lived in a time when Rome was controlling the whole world. И в тринадцатом стихе он пишет. В тринадцатом стихе он пишет. Для этого, говорит, возьмите оружие Божье. It says, put on the floor armor of God. Говорит, опять, в английском одно и то же слово, говорит, оденьте на себя. It says, put it on. В одиннадцатом стихе я рассказал. In verse 11. В тринадцатом повторяет. In verse 13, he repeats it. Отденьте оружие Божье. Put it on the floor armor of God. Чтобы вы могли противостать день злой. и все преодолевшее устоять облетитесь возьмите оружие нам дано Богом как я уже сказал но одеть его и научиться им пользоваться это ответственность каждого христианина послушайте дорогие Господь обеспечил оружием но у некоторых оно может пылиться они даже не знают как его на себя натянуть и тем более не знают каким пользоваться и при этом и тот и другой христианин и тот и другой на войне и у того и другого есть враги и у того и другого есть оружие но один умеет пользоваться другой не умеет и от этого дальше зависит судьба человека от этого зависит судьба человека если я научился им пользоваться моя жизнь будет победоносной если оно пылится у меня на полке моя жизнь будет полна поражения then my life will be filled и послушайте Бог тут совершенно ни при чем некоторые христиане жалуются на Бога some people are complaining for God they're saying God why is this happening why is this happening in my life why is this happening а этот дьявол меня уже достал I'm so annoyed of the devil Господь почему этот дьявол меня мучает God why is the devil tempting or знаете и христиане многие жалуются Бог and many Christians complain to God Господь говорит друзья я все сделал God said my friends I did everything I gave you the weapon я обеспечил вас всем необходимым но я не могу вас заставить использовать это оружие не могу не могу я обеспечил вас оружием и это надежное оружие оно сильное Богом оно крепкое нет равных в этой вселенной ничто не устоит моя власть за этим оружием мое помазание и сила я все тебе дал теперь уже твоя ответственность возьми это оружие одень его на себя научись использовать его и ты увидишь как твои враги начнут бежать потому что ты вооружен и ты знаешь что с этим делать аллелюя поэтому друзья я буду говорить об оружии моя ответственность облечься в него и когда я одет то я смогу побеждать и так давайте мы рассмотрим это оружие время летит тема большая первое что я скажу друзья есть когда мы будем рассматривать оружие Божье сейчас есть оружие защиты есть оружие нападения и сегодня мы с вами рассмотрим оружие защиты в следующий раз поговорим об оружии наступления мы призваны не только сражаться чтобы не отступить мы призваны не только защищать себя мы призваны так же наступать но мы призваны также наступать и так идите написано не написано стойте и только защищайтесь написано идите по всему миру и проповедуйте и наступайте и утверждайте Царство Божье Христос не призвал нас только к защитному такому христианству знаете к сожалению большинство церквей наверное в какой-то мере и мы с вами даже мы только в таком защитном христианстве находимся но знаете Бог призвал нас не только защищаться Он призвал нас на наступление также и мы поговорим в следующий раз об этом а мы сейчас поговорим об оружиях защиты шестая глава офисяна четырнадцатая и семнадцатая стихи и так встаньте припоясав чрез слава вашей истинною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир а больше всего возьмите щит веры которым возможите угасить все раскаленные стрелы дьявола и шлем спасения возьмите и меч духовный который из слова Божья как я уже сказал Павел жил в то время когда миром правил Рим и образ римского солдата он был известен всем и Павел взял этот образ и на этом примере он объяснил нам духовное оружие высвейте пожалуйста образ римского солдата вот это вот картина фактически образ римского легионера времен Павла и Иисуса Христа я специально поискал на гугле и когда Павел писал все оружие Божьем и он перечислял его он брал за пример за образец именно оружие римского воина и мы рассмотрим с вами это оружие итак первое первое пояс истины мы начнем с брони праведности первое броня праведности броня как называется броня праведности смотрите друзья броня римского воина она защищала большую часть наверное его тела она защищала все жизненно важные органы мы видим что она начиналась от шеи и она шла фактически она как туника она спадала вот ниже почти до колен и она была из железа римляне были первая армия которая использовала железо до этого использовали металл больше медь потом бронзу использовали но римляне были первой армией которые использовали железо которое было крепче которое могло защищать хорошо все жизненно важные органы от ударов врага и вот Павел говорит что нам с вами нужно одеть на себя броню праведности он сравнивает броню с праведностью то есть как эта броня она защищала жизненно важные органы солдата точно так же праведность она как броня для христианина и когда я и ты мы ходим в праведности друзья то мы с вами защищены это очень важно понимать когда я хожу в праведности то на мне будто броня железная броня которая защищает меня и даже если какие-то удары сыпятся на меня и какие-то искушения приходят в мою жизнь оно не причинит мне вреда почему я защищен эти удары броня отбивает эти удары но отскакивает потому что я защищен но если человек не ходит в праведность то он не защищен и он уязвим тогда и враг поразит легко и мы должны четко знать друзья что наша праведность это Христос послушайте наша праведность это Христос our righteousness is Christ она как запачканная одежда мы сами себя никогда не сможем сделать праведными поэтому Христос пришел написано он стал праведностью за нас и сегодня когда мы говорим о том чтобы облечься в праведность это значит облечься во Христа это покрыть себя просто Христом спрятаться в нем в его слове в его истину и вот второе это пояс истины друзья пояс истины или ремень там по нашему задача пояса ремня она заключалась в том чтобы поддерживать всю другую одежду никто просто так не одевал пояс также задача пояса была для того чтобы на него можно было зацепить все остальное оружие мы видим что меч он прикреплен к поясу там еще кинжал короткий он тоже прикреплен к поясу то есть было две цели были у пояса всегда первая цель чтобы прижать броню к телу солдата чтобы эта броня не болталась на нем как я сказал броня она была как туника как ночнушка что ли платье они одевали ее на себя но она болталась на них и ее можно потерять было даже но пояс он затягивал броню и он прижимал ее близко к телу это была первая цель пояса и вторая цель на пояс цеплялась другое оружие и таким образом римский воин шел в битву и когда мы говорим с вами об истине пояс истины то истина это Христос друзья он сказал я есть путь истина и жизнь припоясаться поясом истины это значит знать Иисуса Христа знать что в нем я свободен от греха что я дитя Божье и у меня есть сила жить праведной жизнью послушайте друзья внимательно без пояса истины броня праведности свалится с нас без пояса истины броня праведности свалится вспомни сколько раз ты принимал решение изменить свою жизнь сколько раз ты принимал решение я больше этого делать не буду I will not do this anymore сколько раз друзья мы с понедельника меняли свою жизнь или с нового года мы меняли свою жизнь сколько раз мы свой характер пытались поменять надолго нас хватало я абсолютно уверен что мы все можем сказать хватало неделю порой и потом опять слетал с тормозов и опять становился тем кем был и возвращался к старым привычкам и продолжал грубить жене и продолжал обманывать и продолжал смотреть то что не надо сколько раз мы пытались одеть на себя эту броню праведности и жить праведной жизни я уверен каждого из нас своя борьба в этой сфере броня праведности слетает если не одеть и не затянуть ее поясом истины поэтому дорогие жить правильно можно только зная истину то есть зная Иисуса Христа невозможно жить правильно будучи просто религиозным человеком невозможно невозможно да ты можешь стать хорошим человеком ты можешь потянуть свою мораль где-то может быть но невозможно жить праведной жизнью не зная Иисуса только через знание познания Бога я могу ходить в праведность Иисуса Христа аллелуйя аллелуйя и познайте истину и истина вас делает свободными людьми только познание Иисуса оно научит нас ходить в праведности Божьей поэтому броня и пояс они всегда идут вместе и можно иметь полную голову знаний но пока это знание оно не превратится в познание но пока это знание не превратится в познание Иисуса Христа это будет это будет всего лишь информация которая мало тебе поможет третя обувь и третье оружие обувь готовность благовествовать мир обувь готовность благовествовать мир обувь играет функцию как защиты так и нападения друзья мы говорим о защите сегодня и обувь у римских воинов она была очень такая мощная там на подошве там были железные шипы чтобы когда они воюют они не подскользнулись никак на шпагат сесть не пришлось то есть она была кожаная крепкая надежная обувь и она тоже обкручивалась почти до колена и вот задача обуви была защищать ноги от колючек на Ближнем Востоке их много от острых камней от змей от скорпионов их там тоже много и вот когда воин обут он защищен представьте себе воина в броне с поясом с мечом и босиком как он бежать будет я думаю не сильно бежать у змея обошел побежал стороной я думаю что ему гораздо сложнее воевать босиком правда когда воин не обут он не защищен поэтому когда обут тогда защищен и вот мы говорим о духовной обуви и духовная обувь это моя готовность говорить о Христе на всяком месте когда я готов говорить я не стыжусь этого и когда я говорю я защищен друзья знаете почему так много христиан они дьяволы имеют доступ к их жизни змей жалит их в ноги потому что они уже забыли когда последний раз говорили об Христе но когда я говорю о Христе я защищен это духовное оружие это духовные вещи может быть до конца не понимаем как это работает какая взаимосвязь во всем этом в том что я кому-то рассказал о Христе и тем самым я защитил себя от дьявола кажется какая взаимосвязь между этим дьявол себе дьяволом но о Христе сказал не сказал какая разница оказывается я не только предоставляю человеку шанс познакомиться с Иисусом и получить спасение но я защищаю себя когда я выбираю говорить об Иисусе я себя защищаю это очень важные вещи друзья поэтому говори об Иисусе учись о Нем говорить где б ты не был в ресторане в школе в колледже на работе друзья давайте учиться говорить о Христе я могу вам сто процентов сказать сразу вам будет очень тяжело вы будете себя чувствовать глупыми людьми у вас язык будет деревянным в вашем рту у вас мысли все улетят будешь чувствовать себя полным идиотом я вам свои чувства говорю когда я порой пытаюсь говорить людям о Христе я чувствую себя как будто неловко это духовные вещи друзья я вам не хочу чтобы ты говорил о Христе чтобы ты применял это духовное оружие он хочет чтобы ты молчал чтобы я молчал чтобы мы только в церкви о Христе говорили друзья в церкви мы так и так о Христе говорим но это обувь готовность благовествовать мир не благовествовать церковь благовествовать мир поэтому давайте учиться говорить о Христе и сразу это будет так неловко получаться и где-то будешь себя чувствовать неловко но с каждым разом будет все легче с каждым разом будет все легче и придет момент, когда ты будешь получать удовольствие от этого потому что ты будешь видеть, как Бог начинает проявляться и действовать через тебя когда у тебя будет желание молиться за людей когда ты будешь видеть чудеса прямо на месте ты знаешь, что чудеса, они часто следуют за Евангелием я об этом уже говорил чудеса, они прикреплены к Евангелию и когда мы говорим Евангелие мы говорим о Христе освобождается сила Божья но это уже я говорю о нападении мы в следующий раз об этом поговорим но давайте учиться говорить о Христе мы тем самым защищаем себя, друзья свои ноги как я говорю, я не знаю, как до конца оно работает в духовном мире библия говорит, оно работает но это работает аллелуйя аллелуйя у нас еще два оружия есть время летит щит веры щит веры задача щита защищать и римский щит, мы видим, он был большим он был где-то метр двадцать в высоту почти почти он был большим и римский воин он фактически при желании мог полностью спрятаться за этим щитом нагнуться немножко и очень часто римские воины они их щиты, они соединялись вместе они были так сделаны, что они могли соединяться вместе и часто мы видели в фильмах, я думаю когда они шли в атаку они шли как один сплошной щит или когда они оборонялись задача щита, большого щита у них был еще маленький щит такой круглый и он был нужен в близкой битве, в близком бой но вот этот щит он больше всего предназначался для чего? для того, чтобы предотвратить себя от стрел когда запускал враг их они строили свою защиту ставили сплошной ряд щитов и вторая линия ставила щиты сверху и получалось, они защищены спереди и сверху и все эти стрелы, которые летели со стороны врага они попадали в этот щит этот щит был построен очень интересно он был сделан в несколько слоев он был сделан из металла и дерева и обтянут кожей и там было несколько слоев и это стрела, когда попадала в щит во-первых, она не могла его пробить потому что несколько слоев всегда тяжелее во-вторых, она стрелы часто пускали зажженными и когда она попадала и застревала в этом щиту она гасла, огонь, газ это были очень надежные и продуманные щиты и они защищали очень много жизни и вот Павел говорит об этом щите и он называет щит щитом веры и вот вера, она играет функцию щита, друзья, в нашей жизни и враг, мы должны понимать, что враг, он постоянно посылает раскаленные стрелы в нас постоянно несколько тысяч за день порой эти стрелы сыпятся просто на нас желая от нас поразить как эти стрелы чаще всего работают я думаю, друзья, со своей жизнью опыта чаще всего дьявол пускает эти стрелы через других людей и особенно через слова других людей когда тебе что-то сказали тебя сказали, что может быть неприятное тебя в чем-то обвинили, может а ты понятия не имеешь, о чем речь идет то есть через слова других людей посмотрите в семьях даже через что мы раним друг друга больше всего через слова жизнь и смерть во власти языка дьявол очень сильно использует уста язык он использует слова как раскаленную стрелу и он запускает ее в нас и вот эта стрела летит и она вонзается в нас и я думаю, мы все знаем, что такое пережить боль от слов, правда? мы знаем, что такое, когда тебя как будто ранили словом все мысли твои направлены на это ты молиться даже не можешь ты уже молишься на языках а все твои мысли кипят и варятся пытаясь переварить ту ситуацию ты покраняться Господу не можешь ты поешь устами песни, а мысли, они там you're worshiping God but your thoughts are not there раскаленная стрела она проникла и она тебя начала травить она начала высасывать с тебя силу знаете, как стрела работает когда стрела попадает в человека чаще всего он не умирает сразу но он теряет кровь он теряет силы он может сразу и не заметить он продолжает сражаться продолжает воевать в порыве битвы в эмоциях но силы уходят кровь потихоньку уходит и человек в этот момент просто падает без силы и даже может быть не понял что произошло стрела попала как дьявол стреляет в нас, друзья стараясь посеять сомнения в наш разум стараясь посеять недоверие в наш разум стараясь посеять какую-то ненависть неприязнь какую-то обиду, злость он стреляет в нас раскаленными стрелами также через мысли нашим посылает нам сомнения, страхи также через обстоятельства различные через болезни потери работы мы знаем, что мы чувствуем эти моменты когда аккаунт пустой когда заболел когда платить нечем когда тяжело и куча стрел сыпется а где твой Бог? а Он позаботится о тебе а ты Ему так верно служишь а Он тебя предал и знаете, как шквал на твою голову сыпется, сыпется и сыпется это раскаленные стрелы и вот, друзья, смотрите Библия говорит нам очень четко 1 Петра 5.9 1 Петра 5.9 говорит, противостаньте Ему твердой верой говорит, противостаньте Ему твердой верой как я противостою врагу как я отражаю эти стрелы которые летят в меня твердой верой как я защищаю себя всего себя как мне спрятать и чувствовать себя защищенными в безопасности верой написано твердой верой противостань врагу верой я защищаюсь, друзья вот почему так важно взращивать свою веру чтобы не позволить раскленным стрелам поразить нас проникнуть в нас отравить нас и отвратить нас от служения Господу обратите внимание когда Павел перечисляет эти оружия он говорит а более всего возьмите щит веры дорогие более всего Библия ударения делает даже Библия как-то тоже показывает что есть оружие более важное может быть менее важное говорит больше всего возьмите щит веры потому что даже если ты без брони то ты защитом ты защищен по крайней мере какое-то время пока броню успеешь одеть пока поясом успеешь припоясаться put on your belt Аллелуя говорит более всего возьмите щит веры take the shield of faith друзья мы сильны верой мы побеждаем верой это есть победа победившая мир вера ваша аллелуя говорит это есть победа победившая мир это вера ваша друзья мы побеждаем мир верой мы стоим твердой верой когда все вокруг нас кричит о другом когда весь мир кричит что Бога нету когда твой профессор в университете тебе говорит что Бога нету но ты стоишь верой а я знаю искупитель мой жив а я знаю мой Бог жив сказал безумец в сердце своем нет Бога а праведной верой жив будет мы сильны верой даже если чувства кричат о другом даже если логика кричит о другом даже если весь мир кричит о другом и обстоятельства о другом говорят но я знаю я знаю потому что я знаю того в кого я верю аллелуйя и я отражаю все эти атаки дьявольские созидая свою веру на Слове Божье на философии человеческой аллелуйя аллелуйя вы еще не устали тема непростая друзья я знаю и это может быть больше для библейской школы какой-то но у нас нет библейской школы я не уверен если мы сделаем что вы туда придете поэтому мы проповедуем это воскресенье это больше как учение но пусть оно складывается в наших сердцах последнее шлем спасения шлем спасения задача шлема защищать голову воин без шлема скоро будет всадником без головы поражена голова друзья все тело неидеспособно ты можешь одеть тело в броню и ноги будут обуты но если в голове торчит стрела то толку от всего остального то там уже конец и поэтому друзья так важно нам понимать что шлем спасения всегда должен быть на нашей голове чтобы защищать наш разум что значит одеть шлем спасения это значит иметь твердую уверенность в своем спасении на уровне разума невзирая на чувства послушайте дорогие это значит иметь полную уверенность в своем спасении на уровне разума невзирая на чувства чувства обманчивые чувства сегодня одни завтра другие а если вы девушка у вас 10 раз за день они меняются у меня 3 подростка в доме я знаю чем я говорю чувства меняются вы знаете что такое вера мы с вами говорили о вере только что первое значение веры греческое значение слова вера означает твердое убеждение разума это значение слова вера это прежде всего твердое убеждение моего разума послушайте когда дьявол хочет сбить человека откуда он начинает он начинает с твоего разума он начинает с твоих мыслей он начинает с какой-то философии с какой-то информации дьявол четко знает простую вещь если он сможет одержать победу вот здесь он будет иметь власть над всей твоей жизнью друзья поэтому мы должны четко понимать победителями рождаются вот здесь прежде всего становятся не рождаются победителями становятся в разуме и если я побеждаю в разуме вся моя жизнь она всего лишь отражение моих решений слушай внимательно даже записать можешь твоя жизнь это всего лишь отражение принятых тобою решений не больше не меньше то что ты вот здесь принял то во что ты здесь поверил каковы мысли в душе его таков и человек не больше не меньше все начинается с головы и все продолжается в голове поэтому если дьявол может овладеть нашим разумом дьявол может овладеть твоей жизнью полностью если он обманул тебя в голове вся твоя жизнь пойдет в том направлении если в университете профессор повлиял на твои убеждения и сказал что Бога нету и у тебя логически даже нет аргументов и ты как бы видишь в самом деле интеллектуально он уже тебя сильнее в сто раз но если ты допустишь вот это сомнение в самом деле Бога нету как умер этот Хокинс известный физик теоретик мы слышим он был самым известным атеистом говорил Бога нету Хокинса нету Бог до сих пор есть Аллалуйя поэтому друзья если здесь мы научимся побеждать то мы сможем побеждать во всей своей жизни поэтому говорит шлем оденьте на себя и никогда не снимайте его шлем в другом месте написано надежды спасения в тессалоникийцем написано шлем надежды спасения суть не в том что я все понимаю суть не в том что я все могу логически объяснить суть в том что я строю свою веру на основании Божьего Слова и спустя годы я вижу как это Слово работает это не просто какая-то иллюзия определенная это не просто самовнушение определенное знаете у самовнушения нет никакого основания у нашей веры есть основания Слова Божьего our faith has a foundation in the word of God поэтому не важно что кричат чувства не важно что я чувствую сегодня вы знаете можно встать утром и чувствовать что я вообще не спасенный человек это все не важно можно согрешить упасть куда-то и почувствовать что я не спасенный человек послушайте это не важно если бы каждый раз когда я грешу я терял спасение то порой бы 10 раз на день теряли а кто-то бы 100 раз в день терял его слава Господу что мы спасаемся не делами мы спасены верой и мы должны четко это записать в своем разуме да мы ошибаемся да мы падаем суть не в этом да порой у меня плохое настроение да порой я поругался с женой суть не в этом суть в том что я верую в Господа Иисуса Христа а он мне поможет и это преодолеть он мне поможет в праведности жить он мне поможет изменить свой характер он мне поможет больше не грешить вот в чем суть друзья я не теряю спасения каждый раз когда я согрешил поэтому я должен четко знать это в своем разуме шлем спасения да я не достоин спасения но я спасен не потому что я достоин и не потому что я сделал а потому что он сделал аллелуйя воздай славу Господу и нам так важно это понимать это я встречаюсь беседую со многими людьми как много христиан не уверены в своем спасении как много христиан не уверены как много христиан не уверены я что не знаю я согрешил вчера ну я как-то так мало Библию читаю ну пускай Бог уже там решит я стараюсь конечно больших грехов не делать нет уверенности послушай если ты рожденный свыше христианин то Дух Божий который в тебе он свидетельствует твоему Духу что ты есть Дитя Божье аллелуйя и не позволь никакой лжи дьявола обмануть себя но Библию конечно побольше читай аллелуйя потому что Слово Божье оно строит твою веру все замыкается на Слове Божьем друзья и мы поговорим еще об этом но не сегодня давайте мы встанем для молитв аллелуйя разум это основное поле битвы научимся побеждать в разуме вся жизнь будет победоносной не научимся побеждать здесь вся жизнь будет в поражении я уже сказал жизнь человека это всего лишь отражение решений которое он принимает в своем разуме ни больше ни меньше из-за этого жизнь формируется и послушайте внимательно что побеждать в разуме его нужно постоянно обновлять Словом Божьем это единственный путь чтобы побеждать в разуме его нужно постоянно обновлять Словом Божьим по-другому не получится мотивационные спикеры это хорошо но Слово Божье это лучше аллелуйя мотивационные спикеры тебя могут накачать немножко но Слово Божье оно изменяет и обновляет наш разум аллелуйя поэтому мы должны четко это знать и постоянно обновлять разум Словом Божьим Словом Божьим и тогда я побеждаю в разуме и вся моя жизнь будет победоносной потому что если я побеждаю в разуме если у меня мозги на своем месте то я все остальное оружие на себя надену потому что только глупый может на поле битвы выбегать без одежды но если у меня с головой все хорошо если мой разум покрыт шлемом то враг ничего не сможет со мной сделать он будет стараться он будет бомбить мой разум знаете как шлем римского воина был сделан таким образом чтобы между головой и шлемом еще оставалось место и когда им лупили даже мечок по голове оно пружиняло на голове и отскакивало назад и они ничего не могли сделать поэтому дьявол будет бомбить твой разум всякая философия этого мира но она будет отскакивать потому что у тебя на голове есть шлем спасения потому что у тебя есть надежда спасения в имени Иисуса Христа в имени Иисуса Христа в имени и так мы с вами на войне у нас есть враги и у нас есть оружие и это оружие сильное Богом для разрушения всяких вражеских твердынь но чтобы нам быть победителями нам нужно научиться двум вещам облегаться в это оружие и использовать это оружие и тогда мы с вами будем жить победоносной жизнью во Христе и Иисусе в имени Аллилуйя давайте дадим славу Господу и помолимся Иисусу Аллилуйя давайте возвысим наши голоса друзья Господь спасибо тебе мы так благодарны тебе за слово твое которое учит нас Господи которое назидает нас которое наставляет нас которое просвещает всякую тьму в нашем разуме которое просвещает наше сердце наш разум истиной Твоей и мы сегодня начинаем видеть четко и ясно мы сегодня начинаем понимать эти вещи Господь который враг пытается скрыть от нас Господи сегодня слово Твое оно просвещает нашу тьму оно просвещает глаза нашего сердца и нашего разума и мы Господи познаем истину Твою истинно делает нас свободными людьми Спасибо тебе, Иисус Мы благодарим тебя За спасение, которое ты нам дал Ты призвал нас из тьмы В чудный твой свет Ты назвал нас по имени Ты записал наши имена в книге жизни И мы сегодня дети Божьи И мы понимаем сегодня Господь, что мы находимся на войне И наша битва, и наша брань Она не против крови и плоти Но наши враги, они духовные Они не плотские И мы благодарны тебе, Иисус Что неважно, какой силой являются наши враги Ты обеспечил нас еще более сильным оружием Спасибо тебе, Царь наш Ты обеспечил нас все оружием Божьим И это оружие, оно сильное Богом На разрушение всяких твердынь Спасибо тебе Мы благодарим тебя, Иисус Что твоя власть, твое помазание И твоя сила стоит за этим оружием И мы просим, Господи Помоги нам сегодня Как твоим детям Как твоим солдатам и воинам Понимать эти истины Господь, что ты дал нам это оружие Ты обеспечил нас всем необходимым Но, Господь, победа не придет автоматически Мы хотим понимать, Иисус Что для того, чтобы нам быть победителями Нам нужно облегкаться в это оружие И нам нужно научиться использовать Это оружие во славу Божью Для того, чтобы противостоять Всякой тьме дьявольской Для того, чтобы быть защищенным Для того, чтобы противостоять Твердой верой Всем атакам демоническим Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Научи нас сражаться О, научи нас сражаться, Дух Святой Научи нас воевать Научи нас пользоваться оружием Не против людей Не против домашних Не против мужей, жен Не против братьев и сестер Но научи нас воевать в духе Научи нас воевать с дьяволом Наивать в духовном мире Научи нас умерщвлять плоть свою Со страстями и похотями Научи нас умирать для себя Научи нас противостоять Этой мирской системе ценностей Научи нас Помоги нам взять щит веры И угощать все раскаленные стрелы дьявола О, помоги нам Облечь себя в броню праведности Помоги нам припоясаться поясом истины Помоги нам, Иисус, обуть себя В обувь готовности благовествовать мир Помоги нам спрятаться за щитом веры Помоги нам, Иисус, одеть шлем спасения Помоги нам защитить свой разум От всяких стрел дьявольских Во имя Иисуса Во имя Иисуса Помоги нам понять, что мы не на курорте Ты не призвал нас к беззаботной жизни Ты призвал нас к войне Ты призвал нас к духовной брани Ты призвал нас, чтобы мы могли твердо стоять И все преодолевше побеждать Во имя Иисуса Ты создал церковь Чтобы врата ада Они никогда ее не одолели Но чтобы церковь Она могла твердо стоять Будучи защищенным тобой Твоей истиной И церковь могла смело идти И проповедовать И утверждать царство Божье На этой земле Зажги нас, Дух Божий Зажги нас И научи нас Использовать оружие Которое Ты дал нам Научи нас, Господи Чтоб мы одевали его на себя И мы могли использовать его Помоги нам Помоги нам Помоги нам Не быть дилектантами Но становиться профессионалами Которые умеют Использовать оружие Божье Аллилуйя Мы благодарим Тебя За истину Твоего Слова Мы благодарим Тебя Господь Что Твое Слово Это просвещает Всякую тьму И Твое Слово Несет свет Но несет победу Спасибо Тебе Я прошу Помоги нам Принять то Слово Растворить его Верой в своем сердце Помоги нам Господи Чтоб мы могли Господь Все преодолевше устоять Быть сильной армией Твоей на этой земле Помоги нам Мы любим Тебя Мы смиряемся Прод тобой Во имя Иисуса Христа И весь народ Божий скажет Спасибо